надеюсь что надеюсь что интернет не подкачает и удаст мне возможность пообщаться с друзьями вопреки всем скорбям воплям стоном слезам истерикам слезам реальному воплю к небу в прошедшие дни не дай бог но наверняка практически и будущее тоже я говорю мир вам христиане мир вам пилигримы мир вам странники и пришельцы мир вам брат и то сестры добрый всем день бог прав он благ история движется его его целям его результатом и не всякого сомнения его воля его провидение благая угодная совершенно воля идет человеческую историю божественным целям мы служим богу и людям идем через любые испытания порой очень непростые и держим удары жизнь у боксеров есть такое правило ты не можешь быть хорошим боксером если ты только бить умеешь хорошо отличного боксера не бывает если ты просто умеешь наносить удары непременно и качество хорошего спортсмена в этом виде спорта как его многих других это способность держать удар держать удар способность устоять во время удара не валить сегодня события в украине наносят бешеные удары под дых удары в спину удары очень жестокие с кровавыми перемешанные с кровью слезами но нам надо держать удар у нас нет права на провал богданчик ссоре богданчик простите мне нужна помощь моих сынух я просто не не буду так будет наверно не очень хорошо это у меня для зрения очки но я хочу видеть ваши комментарии хотя бы ненадолго хорошо я начну с того что очень прошу мариупольцев которые людей из разных стран мира которые пишут мне мариуполе и да и присылают сотни адресов и просят узнать живы ли их родные близкие друзья дети матери братья сестры я хочу сказать еще раз всем на данный момент возможности проверить это нет я очень надеюсь что смогу вас порадовать добрыми новостями что ближайшее время мы сможем работать по базе и проверять живы люди там целый этот дом жив ли родной ваш человек но сегодня мы просто не можем это делать я прошу прощения я буквально на две секунды нужна помощь сыновей к сожалению мариуполь продолжает находиться в блокаде более тысячи авиационных ударов это ракетные удары авиационные бомбы громадные по тысячи килограмм иногда это ракеты воздух земля то есть удары с самолетов по по наземным целям и это только авиа тысячи ракет градов тысячи мин тысячи артиллерийских снарядов ложатся в мой город буквально шаг за шагом вот по метр за метром уничтожая землю уничтожая людей убивая разрушая здания разрушая мой красавец город чертовы спасатели у вас таких городов прекрасно как мариуполь два с половиной на всю россию вы пришли спасать и стирайте в порошок мой город я спокоен за город мы его отстроим за ваши деньги россияне вы будете долго работать и долго платить за восстановление моего города и других городов украины это вне всякого сомнения вы уже начинаете это делать хотя еще не понимаете вне всякого сомнения человечество назвала уже вот сегодня сенат сша единогласно принял резолюцию называющий путина военным преступником единогласно сенат сша вы слышите не верховный совет ссср а сенат сша вы будете платить за это вот столько что сказали что автоваз отправил в принудительный отпуск всех сотрудников нехватка комплектующих вы будете платить все за молчание за убийство и мы восстановим наш город мариуполь будет лучше чем был прежде есть то что мы не сможем восстановить даже из моей дочери убитой вами из российского танка это жизни моих друзей о смертях которых к сожалению мы будем узнавать ближайшие дни все больше огромное количество есть мои сыновья старшие которые не успели выехать из города до блокировки и он не думали что как-то все обойдется и да и я думал что мы сможем вывести малышей вернуться и бы там вы будете платить за это а за жизни погубленные вами счета будет предъявлять небо каждому кто не проживет настоящее серьезное глубокое искреннее покаяние я я дам вам возможность услышать из первых что происходит в мариуполе только что я обнял очередного своего друга который вырвался из из ада блокады и он буквально сейчас принимает душ после 19 суток без воды и один из моих таких неофициальных сынух он очень дорогой мне хлопец сейчас он появится здесь через время и расскажет вам что там происходит сам но пока несколько вещей до об осмыслении войны я считаю что одна из важнейших частей войны это не только мины снаряды наша у прекрасная работа нашей армии для тех россиян кто все еще не врубился вы терпите поражение в украине ваша армия терпит сокрушительное поражение в моей стране вот в той самой когда в которой вы за два дня возьмете киев и полукраины отхватите и будете пить чай на хрещатике и поставите свое правительство вы терпите сокрушительное жесточайшее поражение да ваши скоты еще могут пулять крылатые ракеты сегодня они летят не только по мариуполю по разным городам украины огромная команда моих друзей кто вырвался вчера из блокады и кого мы ночью разыскивали здесь в полях собирали провозили через блокпосты довозили в безопасное место они вскочили сегодня в страхе от огромного взрыва не так далеко здесь где мы находимся я думаю что это была крылатая очередная ракета завыли машины сиренами везде и вздрогнуло здание в 4 утра как и положено настоящим расистам по городам по украине вы конечно можете пулять еще ракетами вы конечно можете убить еще тысячи десятки тысяч людей вы можете пульнуть ядерную бомбу взорвать химическое оружие это ничего не меняет эту войну вы проиграли чем быстрее вы это поймете тем меньше цена хотя она в любом случае будет огромная но все-таки тем меньше будет репараций тем меньше будет во первых цена смертей россиян ваших сыновей ваших мужей поэтому врубайтесь побыстрее нашим солдатами наши солдаты устали убивать ваших припершихся сюда убийц наше войско имеет полное право убивать оккупантов те кто все это творит кто в моем городе убил тысячи гражданских людей в моем городе людей убивает не азов не батальни полк азов эти доблестные воины которые отдают свои жизни за свободу моего народа вместе с солдатами в силу мы людей мариуполе убивает не в силу не армия украины их убивают рашисты российские оккупационные войска интервенты совершающие преступления против человечества вы проигрываете эту войну вы безусловно проиграете я сказал об этом еще в первом своем эфире во время большой войны уже наверное две недели полторы назад сбился со счета все поплыло но я считаю что осмысление этой войны одна из вот часть из важнейших частей войны это что я говорю в своих эфирах вам не скажут по телеканалам в силу того что любая журналистика не имеющая ввиду бога она фейк-ньюс по своему определенному то есть она большим еще степени да да она больше да открыто а по ссоры я кажется простите я кажется нажал кнопку хорошо сейчас все найдем деньги сейчас для проживания автобусы где брать где отец находится друзья я сейчас вынужден прямо в прямом эфире решать экстренные вопросы вам придется трошки подождать это это важно мне нужен срочный разговор с отцом мы должны включиться что можем сделать проси чтобы или отец или кто-то срочно прибыл сюда кто с кем разговаривать нам нужно принять решение альберт альберт где где он их он может приехать до секунду до слова прием так хорошо деньги будут 60 тысяч за сутки просят за ночевку за ночевку детей под бомбежкой хорошо я лично найду тебя не надо я потом разберусь с этими людьми кто фамилии мне зафиксируйте для истории хорошо нужно заплатить за еще одну сутки пребывания там хорошо я удаст да но дайте мне предложение что мы можем сделать какие есть вариант все я буду на связи давай через 30 минут я готов включаться твоя работа прошу прощения друзья прошу прямо в этот момент мы ведем эвакуационные работы посильные рискуя жизнью мои сыны в том числе участвуют в процессе эвакуации детей и женщин и это дай господи чтобы это получилось и тут ты сталкиваешься со всем букетом человеческого скотства и героизма скотства все в перемешку как в жизни так и в церквях так и вообще везде и всегда в общем то хорошо и так осмысление войны это одна из важнейших частей вообще бытия мы должны рефлексировать мы должны понять с богословской точки зрения это фундамент что происходит и почему ради чего зачем я говорил не раз простые вещи стоит ли эта война вообще то вот стоит ли свобода независимость достоинство честь тысяч человеческих жизней миллионов человеческих жизней мой ответ да и это ответ конечно же богословский ответ человека безбожника конечно нет но лучше рабство на жизнь лучше лучше скотство но жизнь лучше стоять на коленях но но существовать ответ человека с христианскими убеждениями не бойтесь убивающих тела души же не могущих убить сохранность души чести достоинства правды совести свободы веры нашей наших убеждений она это конечно же важнее любой абсолютно любой над под нашего тела нашей нашей земной хижины поэтому осмысление войны богословское осмысление абсолютно важно нари когда я подписываю то что публикую какие-то посты хотя бы раз день я стараюсь что-нибудь выложить не всегда получается но я вижу очень ну не сложно не нет смайликов которые я могу нажать но раньше до войны я там использовался смайликом возмутительно или там я разгневан или там раздражен да понимаете сегодня нету фейсбуков instagram нет никакого смайлика который может выражать совершенно заслуженные эмоции чувства людей моего народа вся моя страна в плакатах с матерной руганью отправляющие российский военный корабль в соответствующем направлении эта фраза стала мемом на каждом углу на каждом знаке дорожном знаке надпись куда идти россии направо куда идти налево народ не стесняется в колоритных матерных терминах и знаете я абсолютно вот как священника и и меня очень сильно раздражает фарисеи которые где-нибудь из россии и некоторые в украине из такие или из америки что же у вас творится так много мата послушать чокнутые фарисеи верблюда отцеживать как верблюдо поглощающие комара отцеживающие вы же не понимаете что мой народ имеет сегодня право на любую ругань и нет таких слов в русском языке нет таких слов в матерном языке который имеет право употреблять народ в адрес скотов россиян творящих то что они делают моей стране поэтому на время я абсолютно легализирую для моего народа матерную ругань и и и пожалуйста не тупите когда тысячи жертв гражданских в моем городе стариков женщин детей убитых разорванных на куски вами мерзавцами россияне когда тысячи жертв и вы учте нас фонетики лексии морфологии и словосложения пунктуации то отправляйтесь туда же куда и российский корабль я не буду употреблять эти термины я в миру не матерился но мой народ имеет право посылать вас в любом направлении за то что вы творите вы черти вы одержимые демонами мерзавцы если молчите и не ничего не делайте в противостоянии путинскому и лукашенковскому режим если вы молчите вы пособники этого режима если вы просто мы молимся за мир во всем мире мир дружба жвачка братские народы за русским кораблем куда угодно имеет право посылать вас мой народ вызову заслужили чудовищных слов свой адрес иисус проклинал города когда он говорил горе тебе такой-то город город и горе тебе такой-то город тебе такую горе тебе такой-то форма проклятия вы просто плохо изучали богословие это форма проклятия он говорит о страшной цене которую заплатит за свои деяния то или иное место так вот я говорю от имени господа иисуса христа горе тебе москва горе тебе россия горе тебе беларусь лукашенковская про лукашенковская и конечно же про путинская россия горе тебе за то что ты творишь ты будешь платить сумасшедшую цель даже если чокнутый кинет ядерную бомбу если он засыпет если он все города превратит в мариуполь эту войну уже проиграли наши войска могут если захотят идти даже туда к вам под столицу нам 300 лет не нужна ваша ваша территория но я думаю придется мировому сообществу все-таки как-то вас ставить на место поэтому зло которое вы выдаете под дело справедливости и света и которые не способны различить ваши слепцы псевдо пастыри псевдо епископы вот те самые аполитичные а социальные это страшное страшное преступление я обязательно позову через некоторое время моего друга хлопца который буквально час назад вырвался из ада сейчас закончу свои процедуры в душе присоединиться к нашему эфиру но знаете я хочу просто сказать спасибо господу за мой народ за тот дух который охватывает мой народ за то что вся страна сегодня в молитве к богу в сражении с оккупантами мы я подчеркиваю я работаю на фронте каждый день мне я горжусь своей командой который прямо сейчас наша команда рискует жизни в разных местах разных направлениях от города в котором идут непосредственно бои и блокада от тех кто сейчас организовывают вывоз людей из мариуполя до тех кто встречает их на линии фронта каждый день этой войны я нахожусь в зоне зашкаливающих рисков мы мчимся под обстрелами под грохотом артиллерии градов и делаем свою капелланскую работу пастырскую работу мы служим солдатам поддерживая их руки туда куда никто не едет мы добираемся и оказываем всяческого рода поддержку мы служим гражданским которые находятся в абсолютно экстремальных местах я совершенно горжусь своей командой мы выстраиваем логистику поставки необходимой гуманитарной помощи огромное спасибо тем кто пожертвовал и жертвует какие-то автомобили автобусы вот прямо сейчас нам нужно несколько автобусов к сожалению прямо сейчас мой транспорт находится в разных местах но завтра утром прибывает несколько автобусов к нам пожертвования огромное спасибо приводит гуманитарные грузы вот я я сегодня опять загружаясь грузами отправляю сейчас я буду экстренно вывозить и еще одну женщину с детками которые вырвались из мариуполя с грудничком и двумя маленькими детками надо экстренно включиться после этого эфира и сразу отвести их безопасное место и они уже продолжат дорогу дальше и сейчас наши служители вывозят людей помчались на фронт несколько команд это я абсолютно горжусь тем что делает моя капелланская команда и прошу ваших молитв и вашей поддержки за защиту за охрану наших служителей очень прошу поддержки финансовой мы я сегодня за это утро огромное количество финансового только что если вы слышали не могу пока посвящать вас подробности но за спасение детей на временно оккупированной территории некоторые мерзавцы требуют огромных денег мы буквально назначаем цену мы говорим мы готовы за каждого ребенка которого вы вывезете заплатить большие деньги если кто может это сделать и мы делаем конечно же здесь уже на деньгах но спасибо тем кто помогает присылает финансы которыми мы можем и обеспечивать и кормить и принимать и заправлять машины и закупать необходимые вещи развозить по фронту большое большое вам человеческое спасибо валера даты это не валя хорошо что еще хотел сейчас сделать я я хочу сказать о необходимости принуждения расистов к покаянию тема большая сегодня пожалуй только за травочку сделаю но вот что я вижу вслед за дитрихом банхиофером пастором мучеником напомню кто не знает это пастор антифашист который был повешен по личному распоряжению гитлера участник заговора против гитлера пастор отдавший свою жизнь в борьбе с фашизмом сегодня его именем названы университеты проспекты улицы памятники музеи но в то время он был изгоем его ненавидела большая часть немецкой церкви я кстати еще раз для меня такая привилегия что при имени махненко вздрагивает с ненавистью масса псевдо христиан и потому что такой хороший а просто потому что я говорю вам правду вы нервничаете ненавидите меня ну что ж это ваши проблемы исключительно ваши личные проблемы церковные проблемы там где-то касается церковного руководства просто хочу заметить что вот возвращаясь к матерной ругани знаете я не ругался в миру и очень сдерживаю себя чтобы вот это не происходило в этот момент это как я уже сказал нет слов которые достойно поведения расистов моей стране но знаете что приятно что те кто говорил махтенко очень грубо выражается эти восемь лет сегодня открываешь их страницы в соцсетях и в общем то читаешь то до чего я никогда не не возвышал голос я просто абсолютно белые пушистые на фоне тех заявлений которые делают многие кто меня укорял в резкости моих метафор жесткости моих аллегорий и и в грубости некоторых некоторого такого вот метафорического ряда поэтому я уж молчу за за то что те кто считал что я зря так много времени посвящаю теме войны сегодня с автоматами на блокпостах священники в том числе я горжусь каждым из вас но не мешало бы когда-нибудь многим из вас просто похлопать меня по плечу если доживу до победы и геннари прости очень приятно получать из россии огромное количество писем в эти дни со словами покаяния спасибо христиане это признать свою неправоту в осуждении моей позиции в том что я кричал эти восемь лет а демонической природе путинского режима том что христиане обязаны дать немедленно этому оценку пока не случилось что-то еще более ужасное спасибо за каждому набирается мужество и говорит о своей слепоте о своей вине о своем прозрении благослови господь но вот чем я уверен что дитрих банхёфер был прав когда говорил что настоящее освобождение германии увы после десяти лет под гитлером уже не сможет прийти без внешнего освобождения в своей статье написанной в сорок третьем году на рождество замечательно глубокая как и все у банхёфера очень фундаментальной он написал такую работку десять лет спустя до десяти годах прожитых под гитлером он пытался осмыслить что случилось с немецким народом почему умный рамотный эрудированный уникальный народ почему так так вот опустился и как мог допустить фашистское безумие в которое окунул мир гитлер и его свор это абсолютно важная статья я советую всем пасторам проработать ее до нюансов если вы всерьез поработаете с него многое поймете что происходит с россиянами пытаются объяснить многие атеисты многие объясняют в чем-то они правы есть какие-то правильные спираль молчания но без христианской рефлексии вы не поймете на самом деле что происходит с христиан что происходит с россиянами так вот банхёфер говорит о социальной природе глупости и страха который почему люди молчат как они сами себя оглупляют чтобы избегать ответственных поступков чтобы не совершать свой маленький подвиг и не восставать против режима не платить цену ну говоря христианским языком совсем простым чтобы не брать крест и не идти за христом путем страданий люди само оглупляются это именно то что происходит с россиянами сегодня как и с немцами времен гитлера но вот что говорит также банхёфер но дайте несколько тезисов да из большой работы я вот пожалуй ну например вот это давайте почитаем я просто чуть-чуть почитаем вместе из этой статьи она написана десятилетию правления гитлера за несколько месяцев до ареста банхёфера за полтора года до его повешения прямо перед победой вот например короткая выписка зло под видом света кто устоит спрашивает банхёфер грандиозный маскарад смешал все этические понятия то что зло является под видом света путинский режим смешал все этические понятия потому что его злодеяния являются под видом света благодеяние путин же творит добро так декларируется центральных телеканалов и его идеологами это благодеяние вы не поняли украинцы танк в квартиру моей дочери это благодеяние путина это добрая затея спасти нас от растленного запада чего там от гей парадов а чего они там нас еще спасают от бандеровцев от полка азов и так далее и тому подобное зло является под видом света благодеяние историть под видом исторической необходимости это практически тезисы статей путина его этих исторических комических памфлетов под видом исторической необходимости просто абсолютно необходимо и в исторической перспективе отхвать вернуть украину в лоно славянских народов заявляют они зло является под видом социальной справедливости вот мы просто восстанавливать справедливость мы защищаем вообще днр и лнр вы чё забыли вы забыли что мы просто заступились за лнр и днр над которыми так страшно ужасно чудовищно издевались фашисты бандеровцы эти все годы кто-то выложил замечательные две фотки донецк спустя 8 лет бомбежки бандеровцами съемки над донецком сделаны сегодняшнем его состоянии и рядом мариуполь после 20 и 19 дней освобождения бандеровцев россиянами руины моего города ну вот как-то так понимаете все это чтобы остановить справедливости так вот зло в конец запутывает тех кто исходит из унаследованного комплекса этических понятий то есть люди которые учили добро и есть добро и есть зло и вот зло притворяется так одевается в благодеяние историческую необходимость справедливость защиту и прочее что запутывает людей в этических стандартах они постарали могут увидеть это зло если отупевший епископат россии от страха от поступков ответственных из-за страха встать и сказать правду то что действительно чем является путинский режим они они рассказывают нам о восстановлении справедливости защитил энер о том что у каждого там справедливость своя и это историческая необходимость мы должны быть вместе в лоне славянских народов и так далее то для людей которые имеют этику это они запутывают опирающегося же на библию христианина это подтверждает для для опирающего на библию христианина это подтверждает бесконечное коварство зла мы знаем библию мы читаем что ангел тьмы демоны бесы приходят под видом ангела света они красиво рассказывают на социальной справедливости исторической необходимости и и запутывая людей вот еще один тезис из этой замечательной статьи банкёфера но сверх актуально например это звучит так не вызывает сомнения я заглавил это так поражение разумных разделяющих справедливость всем сторонам понемногу дитрих банкёфер немецкая германия 10 лет под гитлером через 22 года под путином это еще более актуально чем тогда банкёфер смотрит на свой народ который говорит ну гитлера своя правда в запад во многом не прав гитлер во многом прав они распределяют справедливость пор вот что пишет пастор мученик не вызывает сомнения поражение разумных с лучшими намерениями и наивным непониманием действительности пребывающих в уверенности что толикой разума не способны вправить вывыхнутый сустав такой сложный образ что они могут тут чуть-чуть подумать и все исправить чуть-чуть они сейчас тут вот сообразятся как буду справедливость расположим вот так и злоб перестанет быть злом близорукие те кто распределяет справедливость пор ну там масса этих проповедников сад сакрамента до российских глубинок и белорусских просторов хватает безумцев которые говорят что в этой войне у россии своя правда у нас украинцев своя близоруке они хотят отдать справедливость всем сторонам и ничего не достигнув гибнут между молотом и наковальней противоборствующих сил такая позиция обречена на поражение ты не видишь жертвы и не видишь насилия ты не понимаешь кто насильник кто жертва кто убийца кто герой то есть ты пытаясь распределить справедливость в разные стороны разочарованы неразумностью мира практически тезисы скрытой проповеди сакраменского уже учителя сашеньки шевченко как там церковь во времена потрясений какие-то у тебя потрясения саш ну какие у тебя в жизни потрясение лишь в шоколаде всю жизнь провел какое потрясение о чем ты говоришь церковь во времена потрясений у тебя потрясение только мозга может быть из-за твоей фарисейства лицемерия лжи и и из-за твоей позиции путин защищается от нато я предупреждаю любого проповедника если после того что пережил мой народ вы окажетесь рядом со мной не дай бог произнести фразу путин защищается от нато я просто предупреждаю я буду ненежным пастором я буду отцом детей которого убили ваши ваше молчание ваша гнусная ложь ваша тупость и податливость от страха и от замороченности фарисейской податливость лжи чудовищной лжи разочарованные неразумностью мира так характеризует людей кто пытается распределить справедливость поровну разочарованы неразумностью мира понимая о мире зло весь мир зол все люди злые мир очень неразумен неразумен понимая что обречены на бесплодие ваша теология бесплодна абсолютно бесплодны они с тоской отходят в сторону и и или без сопротивления делаются добычей сильнейшего вот этих пор пока вы будете у каждого президента своя правда мы не лезем в политику украины своя у россии своя мы не лезем в этот чисто это как грязная политика вы становитесь добычей ужурпаторов добычи сильнейших добычи злодеев вас подают на завтрак демоном господа пастора но это огромная замечательная материал богословский с массой жирной солидной пищи но я хотел вот что вам сказать сейчас я хотел остановиться на вот этом на необходимости внешнего освобождения для освобождение от глупость от страха вот что говорил банкёфер что к сожалению германия очнется только после того как она будет внешне освобождена вот когда будет сокрушен гитлер сокрушен диктатор узурпатор тогда появится шанс запуганным оглупившим самим себя избегающим ответственных поступков избегающим ответственной позиции бегающим креста как приметы говорить у христиан издревле вот тогда придет шанс на их покаяние на их освобождение духовно и вот я прочитаю но именно здесь становится совершенно ясно что преодолеть глупость глупость тех кто от страха перед необходимостью назвать зло злом как будто не понимает что происходит оглупляется сам себя что у нас будут проблемы нас церкви позабирают будут трудности с фсб будут гонения поэтому мы как бы не понимаем что происходит мы оглупили не совершенно ясно чтобы преодолеть это состояние можно не актом по учению вот я понимаю все больше что там учить вас россияне и сказать валера ты и заходи присаживайся что учить вас россияне бессмысленно если вы до сих пор не поняли что ваш узурпатор злодей одержимый черт с бесовской идеологии я учить вас не буду мы сокрушим вашего диктатора мы избавим вас от власти и вот вот что только актом освобождения можно изменить они актом получения при этом однако следует признать что подлинное внутреннее освобождение в подавляющем большинстве случаев становится возможным только тогда когда этому предшествует освобождение внешне то есть прежде чем вы поймете что вы натворили россияне надо свергнуть ваш режим украина этим занимается сегодня весь мир занимается этим ваш режим падет и вот тогда мы займемся освобождением ваших мозгов про жареных пропаренных прошитых напиханных всякой чушью про полкозов которые расстреляют вам показали показывать по телевизору понятно что по телевизору вам именно это и рассказывать и конечно же вы не стреляете авиационными бомбами по гражданскими конечно же вы не расстреляли мою дочь из танка и конечно же в роддоме по которому падала ваши авиационные бомбы в центр моего города конечно же это все фейки украинских новостей и сотни пленных фейки и тысячи ваших погибших сыновей фейки и сотни разбитых ваших танков и самолетов и вертолетов это все фейки вы конечно же выигрываете ту войну но до встречи в реальности господа скоро она уже дает о себе знать в виде гробов немного правда гробов идет большинство просто бросают на поле боя в виде звонков ваших пленных сыновей которые из которых здесь придется украинцам делать специальные лагеря чтобы они как-то потом по международным конвенциям мышь не вы мышь не будем просто убивать пленных или издеваться над ними мы мы идем по-человечески это война война скотства с человечностью так вот вам необходимо внешнее освобождение иначе вы не решите эту проблему вы не выберетесь из вашей глупости самоотупления из ваших страхов пока вас не освобождят внешне поэтому вы не оставляете миру другого варианта из-за молчания церкви из-за предательства ваших епископов придется свергать ваши режимы в белоруссии и в россии и потом наводить порядок с вашими мозгами процедура будет долгой конечно же непростой для кого-то это быстро дойдет а кто-то будет очень долго вызревать в покаянии знаете что это тяжело доходить это пророчество это написано в сорок третьем году до сорок пятого еще время но ровно этим пришлось вот пророчески этим пришлось заниматься американцам давать продуктовые пайки немцам после победы после просмотра в кинотеатрах правды о том что они натворили давать им медицинскую помощь и продукты после того как они посетят концентрационные лагеря я не знаю уж будут ли международное сообщество вывозить какой-то мариуполь на экскурсию отупевшая быдло телевизором замороченное но я бы я скорее всего создал бы какую-нибудь такую инквизиционную бригаду чтобы ваших епископов и пасторов которые мне рассказывали про путина защищенного от нато привести в мариуполь в подвал где сегодня сидят дети женщины где погибают люди в эти воронки чтобы вы спустились бывали братские могилы посмотрели и может быть там потихонечку у кого-то начнет возвращаться совесть хоть немножечко стыда правда внешнее освобождение начнет процесс внутреннего освобождения поэтому так будет это работать писание говорит нам о том что внутреннее освобождение человека для ответственной жизни перед богом есть единственное реальное преодоление глупости но приход этого внутреннего освобождения для многих германии предрекает предрекает бенхёфер не будет возможно без внешнего освобождения в действительности зависит от того но это уже не нужно здесь здесь так много жирных моментов моя страна выигрывает в этой войне в то время как церковные лидеры замечательно сказал сегодня майкл майк повенко из портланда в коротком звонке многие церковные лидеры превратились в клоунов рассуждая вселенском злее и отказываясь признать бандитской интервенцию путина в украине многие лидеры превратились в клоунов а клоун на глазах всего мира вчерашний клоун превратился в лидера я как и весь мой народ сегодня мы конечно можно многие ошибки зеленского обсуждать после войны мы непременно этим займемся на свободное общество мы обсудим что президент делал не так недостаточно но то что сегодня тот дух тот характер тот волю то лидерство которое проявлять вчерашний комик конечно вызывает абсолютный восторг и еще до начала бойни когда я услышал речь его в мюнхене на конференции сказал это не речь клоуна это речь лидера а многие церковные лидеры превращаются в клоунов вы смешны когда вы молитесь за мир во всем мире этот димедович написал замечательный текст я редко хвалю димедовича но позвольте вот димедович почаще пиши тексты я вот мне сейчас некогда ты пиши тексты за меня пиши ты хорошо сформулировал я просто я не имею сейчас времени на я сейчас такому устном жанре работаю поэтому вот здесь да с вами в этом эфире ну вот димедович выложил вчера вечером это его комментарии к эфиру на телеканале tbn лицами которого мы когда-то были с димедович это не ракета все нормально вот что написал итак на телеканале tbn молитва за мир российскими пасторами и они просят поддержать их молитве за мир ну димедович отлично текст читаю дословно поддержите в молитве этих людей это там всякие ореховские там паша рындич который когда-то набрался мужества и сказал простите нас за четырнадцатый год мы просто струсили паша я бы очень хотел чтобы сегодня ты это повторил не надо нам молитв за мир во всем мире паша выйди и скажи я категорически осуждаю интервенцию путинского фашистского сатанинского режима в украину преступление против человечности осуждаю но у них там все не так и вот как говорит димедович поддержите в молитве этих людей чтобы сатана и бог помирились у них конфликт но ведь все возможно верующему правда а еще заодно чтобы каин и авель не ссорились чтобы мардахей не гордился поклонился ману и был мир чтобы давид полюбил голиафа и глубоко смирился чтобы иоанн с почтением относился к законной власти и рода ну и наконец иисус пилатом провели переговоры ведущие к полному миру и взаимопониманию по скрипту пастор ты как туда попал а ты мой запутавшийся в миротворчестве друг сергей кто как-то вас туда принесло еще раз посмотрите в писание и на харьков и мариуполь и не гневите бога миротворческие послания таких апостолов смотрите на ютьюбе на телеканале тебе по скриптум один из участников этого проекта позвонил димедович и доказывал что он не из этой компании поэтому я временно скрыл его имя и лицо и предложил самому объяснить свое выступление в этой компании на тебе главное свою актуальную позицию великолепный троллинг сергея шедловского ряховского я даже узнаю чье лицо скрыто димедович пока не услышал из уст этих людей буду называть их поименно поименно всех мерзавцев поименно голикова князь кто там она графиня великой российской элиты рассказывавшие ну ладно все это я оставлю эту компанию и так до тех пор пока не будет сокрушена ваше правительство ваша структура власти узурпаторской вас не освободит поэтому займемся этим российская власть будет свергнута в нынешнем мире белорусская власть будет свергнута мы выиграем эту войну какой бы бешеную цену мы не заплатили нам больно мы воем мы рыдаем нас колотит от страхов нас колотит от гнева на который конечно же мы имеем право мы выигрываем эту но чтобы вам понять что там происходит я все-таки позову моего друга валер валера валер ты здесь а ну давай его сюда и так этот юноша только сегодня вырвался из мариуполя где он провел все эти 19 дней в блокаде я хочу чтобы вы из его уст он успел надеюсь покупаться и скажет просто две-три минуты послушайте слова очевидца что там происходит а ну бери стульчик садись сюда давай вот сюда я тебе сейчас дам микрофончик я вот сюда вот так мне буквально надо чтобы вот у меня там есть немало народу который смотрит и посмотрят десятки тысяч людей посмотрят это я хотел бы чтобы ты буквально несколько минут ближе чтобы микрофон был тебя друзья я просто хочу еще раз сказать спасибо всем тем кто расшаривает эфир говорим правду 7 видение рефлексии божественные на на происходящее ну а о том как полк азов не дает выбраться украинцам из мариуполя расстреливает город и делает вид что это дело делать все якобы россияне конечно самолеты азова бомбят все там разворотили вам расскажет вот мой дружище с валеркой мы проехали на велосипеде большую половину мира здесь несколько слов происходит ну если вкратце я вообще из мариуполя с левого берега как только все началось самого первого дня начали обстреливать левый берег мы семьей думали выбраться центр на три дня просто пересидеть переждать это все в итоге весь этот ад добрался до любым до всех частей города то есть в день вот последнюю неделю которую мы были ну естественно мы сидели в подвалах них ну не для кого не новости слава богу бог как бы заботился усматривал самые такие минимальные нужды стреляют абсолютно со всего что только есть минометы кассетные гранаты которые рассыпаются сотнями по всему городу я бы назвал эту тактику просто выжженной земли то что говорят что стреляют точечно по каким-то объектам военным я бы я бы сказал это полнейший бред потому что на там один удар точный по военным приходится сотни ударом по жилым зданиям последнюю неделю по заводу сбрасывали не может быть 20-30 бомб причем они летают эти самолеты то есть очень высоко их даже не видно огромный грохот люди в огромной панике но меня что порадовало что все так сплотились друг с другом начали помогать кто как но ты понимаешь мне говорили об употреблении в вакуумных бомб ты видел его специфический эффект которые да да я видел на семнадцатом одну из бомб взрос в сбросили в здание где был наш брат из церкви он потом пришел к нам и рассказал об этом он говорит настолько мощный взрывали что девятиэтажка вот так вот ходуном ходила и у нее эффект такой что она всасывает сначала себя воздух а потом естественно когда она взрывается этот воздух освобождает огромное количество но энергии и просто я я когда вы там бросали минометы что-то другое когда там части здания откалывались уже было страшно но когда начали сносить просто девятиэтажки у так как 3-4 этажа сбоку просто нету ты думаешь ну это 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 просто ужас какой-то на самом-то деле и по российскому телевидению показывают что что это все полк азов делает но они говорят что это во первых из-за полка азов вынуждены но в харькове нет азовом в чернигове нет азов сумок нет азов волноваке не было зова не заравнивают города но они рассказывают что это полк азов обстреливает а расскажу что-то россияне стреляет у меня есть знакомые из полка азов и я скажу что это парни которые благодаря им город держится и благодарим благодаря им огромное количество людей смогло оттуда выехать они не только стоят на позициях я знаю что много из них кто завозят продукты продовольствия то есть они договаривались с магазинами чтобы они им ну давали продукты они развозили их там первая необходимость там детям мамам и если бы ну говорить так что там азов обстреливать я думаю что это это полный бред они стоят и защищают и при том что у них нет финансирования государства и жуткое твое переживание за эти многие дни в блокадном городе под обстрелами самая жуткая история она наверное когда я поехал к своим бабушкам дедушкам на левый берег которые в отрез отказались ехать куда-то выезжать то есть я все-таки вырвался к ним спустя неделю я бежал по левому когда грохочет снаряды и нам параллельно нужно было забрать еще из дака семью одну и вот я увидел свое здание зашел к бабушке попрощался с ней она как бы мне сказала с вами все нормально да мы с нашим там одним братом под снарядами ехали забирать семью из дака и мы выходим забираем семью бабушка мужчина ее сын и прям в этот момент начинают сыпать минометы просто и ты ложишься на землю и они говорят а вы уверены что будет безопасно сейчас выехать а ты понимаешь что нигде не безопасно но ехать надо потому что иначе то есть ну то есть когда ты едешь на машине от тебя в 100 метрах за разрывается снаряд но скажем так больше всего беспокоился за семью которая стала ну которая была там но сейчас пришла кстати хорошая новость они уже под запорожье они выбрали да поздравляю слава бога спасибо тебе что ты живой я ужасно рад был сегодня увидеть тебя обнять мы еще послужим богу людям и украине мы с валеркой проехали через всю европу на вела туре и пересекли соединенные штаты америки отдельная история как ты с лондона оказался в мариуполе прямо перебой но я там работал у меня как-то я не знаю настало тоскливо уже на сердце я устал там работы приехал я приехал 15 декабря потом как-то так приехал случилось спустя месяц у меня отец умер вот здесь ну как бы ему уже чуть-чуть от этого отошли тут я еще задаю себе вопрос что может быть жизни еще страшнее да как бы такое печальнее и тут началось это ничего как говорится чем сильнее человек тем сложнее полоса вчера мне дали цифру что только авиационных ударов огромными бомбами и ракетами разного рода было нанесено уже более тысячи по моему полу и сколько градов мин снарядов это уже никто не в состоянии пересчитать это просто геноцид это преступление если вы господа этого не видите ну что нам придется принуждать вас к покаянию через движение вашего режима но и паралит с вашими мозгами я вас главную можно еще слово вот я вот вспомнил говорили на многих людей по поводу того что русским матерям отправляют фотографии их убитых сыновей да как бы это неправильно а я задаюсь вопросом а каково матерям детей в роддомах в других зданиях когда их дети умирают маленькие на руках от бомб русских которые не имеют я не знаю знание чего-то как правильно скорректировать этот огонь и попадают просто по мирным каково этим матерям и они и они говорят мы не знаем куда мы идем они знали куда они идут и что такое будет это абсолютно уже мне сказали что одно из самых жутких фото облетевших весь мир из мариупольского роддома куда лупанули россиями первой огромной авиационной бомбой по моему городу что она не родила и умерла и она и ребенок вторая девчина ее фото тоже там было что она родила ребеночка одна умерла сама и ребенок вы за все ответите мы с вас за все спросим вы за все заплатите спешите каяться наводите порядок перед богом чтобы цена вашей вам предъявлено небом и миром было меньше сносите демонический путинский и лукашенковский режим еще раз спасибо всем кто нас молится кто поддерживает наши руки полный вперед работа кипит до свидания секундочку